У людей рубль, доллар, шекель и всевозможные другие динары стали возглавлять их философию, их идеологию и стали диктовать правила поведения. Коммерческая медицина, она что требует от своего пациента? Чтобы он жил как можно дольше и болел как можно больше. Я в свое время спросил у одного ведущего, так скажем, нашего стоматолога, я спросил, занимаешься профилактикой кариеса детей? Зачем мне это надо? Здравствуйте, наши уважаемые гости канала Перехват Управления. У нас сегодня по скайпу Александр Алексеевич Редько, доктор медицинских наук. Здравствуйте, Александр Алексеевич. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, зрители. Рад всех видеть. Александр Алексеевич, тема милосердия. Вот есть такая поговорка, что воин без милосердия становится убийцей. Вот что у нас происходит сейчас в медицине? Насколько медицина сейчас такая же милосердная, как и была в Советском Союзе? Ну, вы знаете, существует такая наука, диантология, наука поведения о поведении у постели больного. И вот судя по тем канонам, которые эта наука проповедует, мы можем с вами попасть в довольно сложную ситуацию. То есть, с одной стороны, мы будем с вами говорить об этике, будем говорить о поведении у постели больного, думая о больном. А с другой стороны, мы можем сегодня нанести оскорбление самой гуманной профессии, которую я считаю, это врачи, и начать каким-то образом понижать их авторитет в глазах больного. А это неправильно, потому что у врача очень часто именно слово является главным фактором лечения. Поэтому мы в настоящее время давайте будем говорить о том, что наши доктора в 20-21 годах были поставлены в очень сложную ситуацию, когда они волей или неволей вынуждены были поступать так, как им приказывают, а не как им подсказывает их совесть, их наука, их милосердие. Поэтому поступали не в пользу больного очень часто, потому что команда была другой. Не выполнять те или иные методички, не выполнять те заветы своих учителей, которые говорили о том, что сначала нужно больного осмотреть, поставить ему диагноз, опросить его, а нам не с морби, а нам не с болезни, а нам не с вида, а нам не с история жизни. Все это записать в историю и так далее. Ничего этого в 20-21 годах не было, потому что нужно было сделать один тест и одно обследование на компьютерном томографе, и только это было основанием для постановки диагноза. Отсюда ошибки диагностические, ошибки в лечении, невозможность врачу выполнить то, что он хочет, потому что жесткие рекомендации Семерной организации здравоохранения, и, в общем-то, нарушение главного врачебного принципа «не навреди». Вот «не навреди» – это и есть та духовная или нравственная основа работы медицинского работника, когда он не должен навредить ни себе, ни окружающей среде. Это и есть принцип нравственности. Три эст – себе, соседу и среде. Вот это и будет той отправной точкой нашего с вами сегодняшнего разговора о нравственных основах, о милосердных основах работы врача. Александр Алексеевич, то получается, что с 20-го, с 21-го года сильно изменилась медицина? То есть и люди, наверное, очень сильно поменялись. Многие ушли, наверное, из профессии, не выдержали такого напряга. Вы понимаете, вот если обратиться там к Писанию, обратиться даже к Торе, там была история с двумя братьями Аароном и Моисеем. Вот Моисей в духовных своих поисках ушел на гору Сион, а Аарон взял, собрал со всех золота, вылил этого золотого тельца злополучного и сказал, давайте мы будем ему поклоняться. Но тогда удалось преодолеть эту ситуацию. Вернулся Моисей, сжег этого тельца, и все стали опять духовными людьми и стали поклоняться. Но со временем банкирская работа и всевозможные другие виды деятельности вот этой категории граждан привели к тому, что у людей рубль, доллар, шекель и всевозможные другие динары стали возглавлять их философию, их идеологию и стали диктовать правила поведения. Вот как только мы ушли с вами от бесплатной медицины, от медицинской помощи к медицинской услуге, так сразу начались проблемы и претензии к медицинским работникам. Начались эти подсовывания пятерочек в карман, начались и возможные вымогательства. Люди ушли от своего истинного поведения, который у них был обусловлен воспитанием и образованием, и в конечном счете мы получили сегодняшнюю медицину. Она более технологична, она более профессиональна, она более оборудована, но мы ушли от главного, от заботы о больном, о духовном отношении к больному и о бескорыстном служении. Вот врачебное – это не ремесло, работа, а это служение, точно так же, как и учительская деятельность. И вот это служение сегодня у нас нарушается именно зарабатыванием, к сожалению. И в 2020-2021 году, когда я докторам предъявлял претензии, говорил, ну что же вы наделали, вот вы посмотрите, у вас рекомендации научные одни, а фактически вы делали другое. Почему вы уходили от своих принципов? Они мне говорили, ну слушай, ну никогда ж таких денег нам в медицине не было. Смотри, вот мы корпус построили, мы сделали, оборудовались, отремонтировали, все сделали на эти деньги. Это хорошо, это здорово. Души не встал. Вот это самое главное. То есть мы можем блистать. Вы знаете, у меня приходилось в 1994 году как-то поработать в Америке, там в течение месяца, я посмотрел, как они работают, все здорово, все классно. У них даже каждой техники было по два образца. Ну если вдруг сломается какой-нибудь там компьютерный томограф, то включается сразу другой, чтобы не было простоя. То есть все продумано, все здорово. Но из-за того, что прописан каждый шаг, они не спасают людей, а просто поступают в соответствии с теми или иными рекомендациями юристов Американской медицинской ассоциации, чтобы в последующем им не пришлось выплачивать этот штраф, который за них выплатит Американская медицинская ассоциация, если они стандарт соблюли. Вот у них задача соблюсти стандарты. И мы с тех пор клиникодиагностические группы, потом мы их заменили на стандарты, на протоколы. Все это у нас уже есть, по примеру, нашего Запада. Мы поступаем так, как надо. Но мы поступаем так, чтобы нам страховая компания оплатила работу и отклониться от рекомендаций страховой компании или стандартов, которые приняты. Значит, никто не имеет права ни в одну сторону, ни в другую. Иногда на больного надо в 5-10 раз больше потратить деньги, чем отпускается стандарт. Но ты не можешь, потому что в противном случае тебе не заплатят вообще. И вот эта работа, она становится очень тревожной для меня, потому что это становится зарабатыванием денег. Поэтому я бы медицину перевел обратно, так как это было при Симашко, при советской власти, на одноканальное финансирование. И чтобы человек, врач, получал не за заработанное количество пролеченных больных, не талончиков множил себе, значит, прося бабушек подписать в очереди талоны, чтобы у него их было побольше, и чтобы ему побольше заплатили. А чтобы он работал на оклад. И чтобы он получал этот оклад за максимально проведенное время. В чем он тогда заинтересован? Он заинтересован в том, чтобы у него больных было меньше, чтобы они были здоровее, чтобы он занимался профилактической работой, превентивной деятельностью, чтобы он занимался диспансеризацией правильно, а не для галочки, как сегодня. Вот взяли, загнали всех на диспансеризацию, а денег на диспансеризацию отпускается одна треть или одна пятая даже того, что нужно. Поэтому все диагнозы поставить нельзя во время диспансеризации. Галочку поставили, отпустили, а человек опять заболел. То есть она не нужна. И время потратили, и деньги потратили, и работу не выполнили. А когда врач делал это для того, чтобы у него было побольше здоровых больных на участке, то он поступал так, как нужно для больных, а не для галочки. Потому что все равно он зарплату получал ту, которая нужна. Да, она была не очень большой. Вот так и работайте над этим. Если сегодня те деньги, которые есть в здравоохранении, там 3 триллиона в год, правильно распределить, а не на какие-то откаты за медицинскую технику ненужную, то можно заработную плату и в 5 раз сегодня увеличить. А заработная плата является показателем качества оказания медицинской помощи. И если люди будут получать заработную плату стандартно, не соревнуясь ни с кем, и не приписывая себе ничего, то в этом случае мы будем работать так, как от нас требует наша клятва. Кстати, не Гиппократа, а клятва Советского Союза, а теперь вот клятва врача Российской Федерации. В ней есть все нравственное, духовное. Чем она отличается от клятвы Гиппократа? Там как раз нужно было денежку требовать больного по клятве Гиппократа и не заходить без денег в дом больного. А в нашей клятве врача Советского Союза про деньги нет ничего. То есть она была более духовной, более нравственной. Вот и давайте жить по нравственным принципам в соответствии с диентологией. Диентология должна быть такой, чтобы все, что делается у постели больного, делалось в его пользу. Александр Алексеевич, а мы сможем вот это, как бы поменять вот эту систему? Или надо ждать, что именно государственная система сначала сменится, и только потом мы сможем вот эту нравственность вот так вот вести? Или все-таки мы какими-то нашими действиями, малыми, пускай пока, но можем менять эту ситуацию? Виктория, но у вас же перехват управления. Да, конечно. Ну так и давайте перехватывать. Перехватывать надо потихонечку. Каждый на своем месте. Значит, вот вы занимаетесь на идеологическом фронте, слава богу. Значит, говоря о здравоохранении, о страховой медицине, сразу, наверное, перехватить не удастся, потому что систему эту разработали настолько, она стала такой заскорозлой, такой замученной, что мы сразу этот вопрос не решим. Но у нас два посредника между двумя бюджетными структурами, между учреждением и государством. Государство учреждению по страховой медицине выплачивает деньги через фонд обязательного медицинского страхования и страховую компанию. Ну, то, что касается обязательного медицинского страхования, есть еще там разделы здравоохранения, которые не входят вот в эту систему. Почему два? Почему во всем мире один посредник, а у нас два? Давайте уберем хотя бы одного сначала. Уберем страховые компании, будем через фонд обязательного медицинского страхования работать. То есть это система вывода денег, да, я так понимаю? Конечно, конечно. Ну, по бюджетному кодексу мы не имеем права коммерческим структурам что-то передавать. Значит, в результате получается, что мы нарушаем бюджетный кодекс и соблюдаем. Тут ведь полно нарушений. Вот есть у нас конституция, слышали, да? Значит, и в этой конституции у нас есть 41-я статья, по которой бесплатную медицинскую помощь мы должны оказать каждому гражданину. Мы чего ее не соблюдаем? Зачем нам нужен антиконституционный какой-то полис медицинского страхования? Вот полиса нет, тебя не пролечат. Почему? А конституцию что этот полис отменяет? И много всего такого. Вот эта страховая медицина, она отменяет бюджетный кодекс. Нельзя передавать коммерческим структурам бюджетные деньги. А мы передаем. Эти бюджетные структуры должны там 2% использовать на свое содержание, а по некоторым регионам у нас до 14 доходит. А представьте себе, что это за деньги. Вот и получается, что они живут в 10 раз лучше, чем те, кто помощь оказывают. Как это может быть так? То есть сплошные несправедливости. Вот это и есть нарушение нравственности в результате того, что поклоняемся золотому тельцу. В результате того, что забыли о клятве и забыли о принципах диантологии. Поэтому и у нас, смотрите, у нас все так. Вот сейчас, если раньше аккредитации, аттестации и так далее проходили, и нас профессора всевозможные опрашивали, а сегодня опять компьютер. Сегодня сюда цифровизация пришла, и мы там как дурачки с ЕГЭ. ЕГЭ же оно сделано для слабоумных в Соединенных Штатах Америки. Значит, а нам это по полной фишке на все 100% распространили. И вот мы точно так же угадываем на каждый вопрос 4 ответа. Значит, ты должен не попасться на те уловки, которые тебе какие-то там специалисты в цифровизации прописывали вот эти все ответы на вопрос. Поэтому я думаю, что мы с вами на правильном пути. Мы сначала должны подготовить наше общество к тому, чтобы оно разочаровалось в том, чем мы сегодня занимаемся. Ведь весь мир же разочаровался. Все, кто сидел на страховой медицине и перешел на государственную, это Англия, это Испания, это Италия, это Канада, Швеция, они все стали обгонять своих соперников в страховую медицину. Германию, Францию, Испанию, Италию обогнали и значительно. После того, как восприняли именно наши разработки, именно наше строение здравоохранения. Амбулаторное звено, первичная медицинская помощь, специализированная стационарная помощь и высокотехнологичная помощь. Вот эти этапы, которые проходят каждый больной, если у него тяжелое заболевание. А мы сегодня первичную помощь вообще уничтожили. Практически. Ну, то есть 90% ее порубили в лоскуты. Вот и получилось. У нас было 12 тысяч стационаров, сегодня у нас 5,5. Значит, почему? Потому что сделали мощные, централизованные технологические центры в каждом субъекте федерации, понастроили их. И ждем, пока человек затяжелеет настолько, что его нужно будет в этот высокотехнологичный центр направлять. А пока он не затяжелел, вот он мучается, значит, на совершенно отсутствующем первичном этапе. Нету централизованных, нету центральных районных больниц, ЦРБ, так называемых. Отсутствуют ФАПы, фельдшерско-кушерские пункты. 180 километров народы, в среднем по стране мы теперь ездим. Вот и все. В результате осложнения, сложности, вот тут давайте уже опладываться по-серьезному, будем лечиться в технологичных центрах. Вот у нас и получается, что мы 42% наших бюджетных средств тратим на эти центры, а лечим там 2-3% от силы. Ну, может, тогда людям надо в народную медицину при таких условиях на начальном этапе как раз какие-то обращаться? Ну, вы знаете, вот я как раз сейчас этим вопросом занимаюсь, потому что я тут не так давно возглавил клинику интегративной медицины, которая объединяет и народные, и высокотехнологичные методы, в том числе и вопросы оздоровления. Значит, пытаюсь каким-то образом сокращать биологический возраст у больных, которые к нам обращаются по отношению к календарному, с тем, чтобы человек был более активный и не только выглядел моложе, но и внутренне был моложе. Существуют такие технологии с использованием как раз традиционных форм. Но здесь есть большая опасность уйти в шаманство, уйти в некие вот такие рекомендации, которых наработало общество очень много, и наше, и там восточная медицина, и все остальное. Значит, поэтому сегодня высокая потребность во врачах именно интегративных, которые бы могли отличить шаманство от действительно настоящей народной медицины, которые смогли бы правильно интегрировать одно в другое, найти разумное сочетание и современных технологичных видов оказания помощи, оздоровления, и тех, что были созданы опытом многолетним на разных территориях. Мне пришлось поездить по экспедиции, посмотреть, что к чему. Япония, Индия, Китай, те страны, которые имеют свои традиционные формы лечения, в Индии вы, например, там объехали 18 ашравов, посмотрели, как люди оздоравливаются там. Да, многое для нас не подходит. Значит, мы страна православная, значит, сильно уже привыкли к современной европейской медицине, перестраиваться нам сложно, да и не надо. Но вопросы совмещения культурных, духовных и медицинских каких-то форм лечения, оздоровления, с правилами самоорганизации и правилами поведения, поведенческих норм, поведение пищевое, поведение репродуктивное, двигательный режим и так далее. Все вот эти вещи, почему нет, почему их не надо усвоить, почему их не надо передать кому-то, ну да, на нашей основе, на основе православия, на основе нашей культуры, а не на основе каких-то югистических практик, вот, или буддистских. Поэтому мы, думаю, что на правильном пути, потому что у нас есть результаты, наши больные здоровеют, не заболевая, или если они заболели, то они не подвергаются каким-то травматичным видам лечения, а у нас есть такие малоинвазивные формы, с помощью которых мы оздоравливаем больше, чем лечим. Ну и не все болезни надо лечить, надо лечить меньшинство, там 2,5 тысячи болезней надо лечить, которые угрожают потере жизни функции или органа, а остальные там 53-55 тысяч болезней нужно оздоравливать, учить человека, как с ними сожительствовать, чтобы они не уменьшали твоего жизненного комфорта и активности. Очень интересно, Александр Алексеевич. Хотелось бы, конечно, поподробнее узнать, но тема сегодня немножечко другая, поэтому я, наверное, задам вам такой вопрос. Вот мы сами же разбаловали врачей, да, вот вы говорите, пятерочку клали в карман, и даже я в свое время помню, что при родах люди действительно клали в карман денежку врачу. Вот, может быть, людям перестать просто такими методами пользоваться? Или каким образом мы сейчас можем вот этих вот врачей перенастроить на правильный лад? Вы понимаете, нам не врачей надо перенастроить, а именно населением. Люди часто не понимают, что они могут получить бесплатную помощь. Вот я как эксперимент, я помогаю очень многим, и как эксперимент готов, чтобы вот там те, кто ищет какие-то большие там миллионы на лечение, чтобы он обратился, и мы обязательно найдем бесплатные формы и виды лечения. Обязательно. Потому что не нужно сразу верить тем телевизионным уткам. Вот любой сериал возьмите, значит, там пьющий полицейский, который не стесняется еще забраться в какие-то, кому-то в карман, и идущий на преступления, на жуткие преступления порядочный человек ради спасения своих близких. Значит, потому что надо кого-то оперировать, это обязательно надо дома продать, квартиры, машины и все остальное. Значит, бред полный. Собирают этими смс-ками на лечение мальчика Виталика, я помню эту ситуацию, просто это факт, который был в биографии. Значит, я звоню на трансплантацию, на трансплантацию ему костного мозга. Я звоню директору нашего центра, имени Раисы Горбачевой, Центр трансплантологии. Спрашиваю Бориса Афанасьева, царство ему небесное, ковид не пережил. Спрашиваю, скажи, вот тут мальчику Виталику 34 миллиона собирают, сколько у тебя стоит на трансплантацию костного мозга? Он говорит, ну миллиона три стоит, там по разным ситуациям, по всякому. Но этого Виталика мы уже давно прооперировали бесплатно по квоте. Я говорю, а кому собирают? Ну, кому-то собирают на какие-нибудь заработные платы. Значит, вот то, что происходит. Поэтому я как бы, какая бы жалостливая картинка не была на экране, я никому не скидываюсь. Почему? Потому что я знаю подноготную этой вещь. И помогать жуликам не очень хочется. Очень хочется помогать ребятеночку, которого показывают и которого эксплуатируют. Но в нашей стране любого можно сегодня вылечить. А те, кого нельзя вылечить, Минздрав обязан, и он это делает, и это делают в довольно большом количестве случаев. Почему только об этом не говорят, я не знаю. Они обязаны организовать такое лечение за рубежом за деньги Министерства здравоохранения. Есть на это деньги. И ничего не нужно, ничего не нужно выдумывать. Поэтому потакать вот этим коммерсантам, которые подвязываются на боли наших граждан, на проблемах, я считаю, не нужно. Я понимаю, что я в настоящее время сейчас выступаю неким диссонансом таким. Потому что те, кому действительно, а эти фонды кому-то, какие-то фонды реально помогают. Но у меня есть определенная уверенность, что помогают одному, которого показывают, а зарабатывают на десятках других. Не хочу чернить все фонды, не знаю подноготный. Возможно, что есть среди них честные, порядочные, действительно хорошие. Но узнав несколько вот таких неприятных ситуаций, хочу сказать, что виновата в этом государство. Вот будь, мы уже обсуждали с вами, Иосиф Виссарионович Сталин, одна такая передача, сразу бы головы полетели, тут же бы эти вопросы были решены. И все было бы решено за бюджетный счет. Руководитель страны, руководитель региона, в котором возникла такая эксвизитная ситуация, что кто-то должен по копейке собирать деньги, это, извините, мародерство. Это мародерство, которое необходимо наказывать. Тут же Следственный комитет, Александр Иванович Бастрыкин, должен по каждому такому случаю провести расследование детальное, выявить всех, кто этим занимается, выявить всех, кто допустил до того, что этому ребенку собирают деньги по копейке, всех примерно наказать и показать по телевизору, раз уж он такой у нас сегодня доступный и в интернете, показать, что творится в том или ином лечебном учреждении. Ребенок прописан, у него есть поликлиника, соответственно, поликлиника должна получить квоту на лечение в федеральном каком-то центре, их настроили в каждом регионе. Значит, и этого ребенка должны вылечить безусловно. У нас есть закон об орфанных заболеваниях, есть редкие болезни, действительно орфанные называются. Значит, и там огромные миллиарды выделяются на лечение вот таких редких патологий. Есть редкая патология? Пожалуйста, давайте мы это сделаем, и давайте к министру здравоохранения обращаться по каждому поводу вот такого попрошайничества в эфире. Это тоже нравственное отношение к нашим обязанностям, к нашим больным. И без изменения ситуации в этой области мы с цивилизованным обществом не станем. Александр Алексеевич, а вот родители, я тоже понимаю, родители в панике, ребенок заболел, вот куда обращаться, все эти сборы анализов и так далее, это все настолько долго в обычной медицине. Вот что должен делать родитель с вашей точки зрения? Все очень просто. Нужно, во-первых, ребенок заболел, ну почитайте закон 323, может быть, люди не умеют читать законы, но тем не менее, посмотрите, все там расписано в этом законе. Человек может выбрать себе любое лечебное учреждение. Он имеет право один раз в год изменить свою приписку, где-то он в каком-то находится. Но у меня ребенок заболел. Я должен сосредоточиться и решить вопрос именно в этом плане, а не просить, чтобы мне какой-то бизнес, чего-то там помог. Я из поликлиники должен получить направление, если не в стационар напрямую, где этим занимаются, если что-то не получается, значит, я должен обратиться в свое краевое областное управление здравоохранением, написать письмо туда, обратиться. Если нет, обратиться к руководству региона, потому что комитет по здравоохранению не выполнил в течение там недели вашей просьбы или вашей заявки. Значит, и обратиться в Минздрав. Вот три инстанции, по которым вы эти вопросы все должны решить. Более того, по целому ряду положений, затраты на лечение того или иного заболевания компенсируются теми же самыми страховыми компаниями. Значит, люди что-то платят, но чеки не собираются. Тоже неправильно. Значит, надо собрать, обратиться либо в фонд обязательного медицинского страхования, либо в страховую компанию с просьбой компенсировать понесенные затраты. Вот и все. Значит, все механизмы есть. Конечно, каждый раз надо разбираться индивидуально, но я повторяю, все, кто ко мне обращался, я находил форму лечения бесплатной. Всегда находил. Если они там букет цветов или бутылку коньяка кому-то принесли, это уже их подробности, никто из них этого не вымогал. Значит, но в финансовых отношениях вот этих вопросов, значит, они всегда могут решить за счет закона, за счет Конституции. Всегда. Но мы почему-то сегодня не сами приучаем систему к переходу от помощи к услуге. Начинаем, думаем, что нам за деньги будет что-то лучше. Надо подумать, посмотреть, ведь вопрос в том, что коммерческая медицина, она по философии своей что требует от своего пациента, чтобы он жил как можно дольше и болел как можно больше. В этом случае коммерческая медицина будет процветать. А если больные не будут сегодня страдать, то коммерческая медицина загнется. Я в свое время спросил у одного ведущего, так скажем, нашего стоматолога, я спросил, занимаешься профилактикой кариеса детей, зачем мне это надо? Кариеса не будет. Поэтому мы должны сегодня все вместе цивилизовывать нашу систему здравоохранения, вспоминая былые достижения, которыми мы хвастались. У нас медицина была одна из лучших, сегодня мы на 119 месте. Ну, по разным, так скажем, рейтингам. Есть рейтинги стран с 5 миллионами населения, есть рейтинги, где миллион населения. Вот где миллион 128 стран, мы на 119, а где 55 стран, мы на 55. Страшная цифра. Александр Алексеевич, а еще такой вопрос, вот как у нас к старикам относятся в больницах? Ведь все-таки, наверное, нежелательно старика брать в больницу. Как это сейчас происходит? К сожалению, мы занимаемся этим. У нас есть правовая в Санкт-Петербургской профессиональной медицинской ассоциации, которую я возглавляю, есть правовой отдел, и мы занимаемся целым рядом таких безобразных ситуаций, когда вот пожилую женщину, скажем, с переломом плеча, ну, патологический перелом, причина это опухоль, в течение трех дней по стационарам возили, значит, но мало того, что ей не стабилизировали эти отломки, и представьте себе перелом женщине 83 года, и она в течение трех дней с этим переломом ездит по стационарам по скорой помощи, но ей даже не обезболили, ей даже не положили гипсовую лангету, ну, ладно, вам, так скажем, операцию провести, вы напугались, что там онкология, ну, почему не снять те серьезные шоковые моменты, которые у человека, и почему ему не оказать помощь, и почему, скажем, обратились в клинику МЧС, в течение суток все было сделано, проведена операция, сделана была правильная фиксация отломков металлической конструкции, человек перестал страдать, получает лечение в настоящее время химиотерапию по поводу основного заболевания, живет довольный, он улыбается и все, почему три дня клиники Санкт-Петербурга гоняли из клиники в клинику и не могли прикоснуться, чего они боялись, вот эти вещи, они должны разбираться, конечно, и комитет по здравоохранению пишет, а вот есть, так скажем, тайна диагноза, мы не имеем права туда вмешиваться, обращайтесь в суд, комитет по здравоохранению пишет такую отписку, значит, какая тайна, если человек сам жалуется на то, что с ним так поступили, о какой мы тайне говорим, он публикует свой диагноз, вы от кого эту тайну, друг от друга что ли, сохраняете, в результате в таком городе, как наш, где 34 института, сейчас уже 38 институтов медицинских, значит, 38 институтов мы имеем, у нас 74 врача на 10 тысяч населения, то есть у нас самое большое количество врачей, в стране 43, а у нас 74, больше, чем в два раза, чем по стране, и в результате человек мучается ночами, не спит, трое суток его гоняют из стационара в стационар, поэтому пожилым людям отношения не везде правильные, не везде лояльные, думают, что вот, ну, человек пожил и так далее, но это тоже вопросы духовности, вопросы нравственности и опять же вопросы коммерции, вот им, они имеют право спрятаться за стандарт, онкология это не наше, все, мы можем на так еще перелом, ребята, а перелом патологический, пусть им занимается, а кто, кто будет заниматься, институт Петрова говорит о том, что стабилизируйте отломки, мы по скорой помощи не принимаем, стабилизируйте и мы остальное будем лечить, они правы, они не дежурят по травматологии по скорой помощи, а вы дежурите по скорой помощи, вы должны стабилизировать человека вывести из этого тяжелого шокового состояния, когда один отломок царапает по-другому и вызывает, так скажем, повышение давления и гипертонию и все, что угодно у пожилого человека и страшные боли, души нет, нету того, чему нас учили в институте милосердия, вот когда оно уходит и остаются рубли и остаются ориентиры на стандарты, которые требует страховая медицина, то мы идем в противоположную сторону, не туда, куда нам... методички, которые написаны для врачей. Да, по этим методичкам вот они и есть, по этим методичкам мы живем, к сожалению. Ну, у нас, Виктория, тут можно поплакать долго, скажем, людям испортить вечер этой нашей передачи, но главное, что мне хотелось сказать, что те принципы, которые мы достигли при, скажем, идеологическом обеспечении нашей службы правильной, у нас же церкви не было при советской власти, ну, или почти не было. А сегодня, но только в Санкт-Петербурге за последние 30 лет еще около 600 храмов построили. Вроде как мы начали думать про душу, но нам запретили идеологию. У нас не было идеологии. Александр Алексеевич, это как раз какие-то вот не про душу, да, эти золотые купола, а внутри как раз какие-то вот деньги и абсолютно золотой телец. Вот, к сожалению, это так. А при Советском Союзе, да, церкви было, я помню, у нас одна была, но зато была духовность. Вот это вот мораль. Вот, к сожалению, он вынужден с вами согласиться. То есть количество церквей это еще не количество духовного народа. Как у нас было 2% причащающихся, так и осталось. А все остальные ради моды собираются на два праздника в году собраться туда и, грубо говоря, потусоваться, как на танцплощадке. Вот это угнетает. Поэтому говорить о том, что сейчас многие говорят, о том, что вот мы жили без Бога, мы жили бездуховно, и теперь мы пришли к какому-то другому состоянию. Вот я против. Мы жили духовно и идеологически, и духовно. Наше общество было более зрелым, более гуманным и более милосердным, чем сегодня. Поэтому нам, раз уж у нас храмы построили, так вот их надо наполнить людьми не прохожанами, а прихожанами, чтобы люди туда приходили именно за духовным ростом, за грамотным советом у своего пастыря, и чтобы духовность еще была помножена на идеологическую работу, составляющую. Вот идеологию в стране нужно вернуть. А идеология у нас может быть с Россией только одна. Народосбережение. При той ситуации, которая у нас сегодня есть, именно народосбережение является главной задачей нашего народа. Поэтому медицина нравственная, милосердная, бескорыстная медицина, она должна вспомнить то, чему нас 70 лет учили при советской власти. Но для этого должен и каждый человек абсолютно в отдельности понимать, что такое добро, что такое зло, да и больше хороших мыслей, больше хороших правильных дел. Вот как-то так. Мы занимаемся. Потому что получается у нас медицина как лотерея сейчас, да? То есть один попадает к хорошему врачу ему везет, а другой попадает там врачу. Но я здесь не вижу на самом деле вот именно везения. Я неправильно сказала. Скорее всего это закономерность. То есть если человек сам духовный, сам делает хорошие дела, то он также притягивает в этом случае, если ему потребовался доктор, притягивает правильного доктора. Я так вижу эту ситуацию. Ну вы понимаете в медицине еще вот когда опять возвращаемся к интегративной медицине, к медицине, которая может дать правильный совет. Вот специалистов таких у нас не так много. Почему? Потому что каждый стационар, многопрофильный стационар, имеет какие-то свои достижения в той или иной сфере. Но простой человек не знает с какой болячкой, в какое место ему идти. Потому что вроде и там терапия, и там терапия, и там терапия. Но с этим заболеванием можно в одну больницу пойти, с этим в другую, с этим в третью. Вот знатоков таких у нас в городе немного. Потому что все меняется, кадры бегут, заработные оплаты невысокие, у нас движение очень большое, поэтому то, что было 5-10 лет назад в какой-то больнице, сегодня там уже все по-другому. Знать современное состояние того или иного стационара тех или иных специалистов, ну это большое искусство, это вот как раз интегративное искусство определить куда кому податься. Поэтому эту часть координационную такую сталкерскую работу нужно сегодня развивать. Она, к сожалению, у нас плохо организована, а коммерция, ну это то, чего сегодня слушать нельзя, потому что если отзывы в интернете послушаешь, так они чаще всего раскручены самими векторами там, ими очень верить и верить можно. Понятно, спасибо. Александр Алексеевич, было интересно, полезно. Александр Алексеевич, вот такое сообщение значит есть в интернете, что к ребенку вызвали врача, врач приходит, открывает женщина молодая с маленьким ребенком, врач мужчина нерусской национальности, абсолютно не говорит на русском языке, мало того, что еще просит кое-как они там договариваются, объясняются в течение долгого времени, и она понимает, что он просит ее еще написать рецепт на русском языке, то есть он не пишет, не говорит на русском языке. Сможете прокомментировать? Смогу прокомментировать, потому что, к сожалению, это и есть серьезная проблема и у нас. Я смотрю, вот тут приходилось обследоваться по ряду направлений из восьми докторов, шестеро в моей поликлинике, оказались людьми не коренной национальности Российской Федерации, скажем так. Поэтому мы в настоящее время имеем мигрантов не только в сфере низкопроизводственной, строительной там или таксисты, но и уже здравоохранение, скорое образование, наверное, будут захвачены нашими гостями из Южных республик, бывшего Советского Союза. Мы понимаем в свете сегодняшнего положения, что в мире, что эта ситуация будет не улучшаться, а ухудшаться, и то, что наши сегодня медицинские работники идут из медицины в торговлю или в другие сферы, это беда нашего общества и непонимание руководства, что специальность, такую специальность, как врача и учителя, необходимо уважать. И уважать нельзя просто заставить. А уважать можно достойным окладом, достойными условиями для работы, чтобы человек не работал на две ставки. Говорят, на одну ставку есть нечего, не на что, а на две некогда. Вот, чтобы мы смогли медицинскому работнику, закончившему, это же тоже вещь такая, о которой нужно было сказать два слова, потому что стипендия две тысячи рублей, стипендия ординатора после института, шесть лет отучился, потом ординатором, ну, было шесть, вот сейчас повысили до десяти тысяч в месяц. Значит, аспиранту то же самое, аспирант три года. Вот пять лет после института, одиннадцать лет человек учится, значит, после школы, в результате к тридцати годам он еще получает там десять тысяч рублей в месяц. Ему же и семью надо создать, ему же надо что-то сделать. В конце концов, большинство срываются в какие-то другие сферы, начинают заниматься торговлей или еще чем-то. А на это место приходит человек с юга, занимает освободившуюся должность, главный врач вынужден взять, потому что ему не кем закрыть участок, и он берет кого попало. В результате получается, что больные страдают, сфера страдает, отрасль, ну и в конечном итоге страна. Почему? Потому что отсутствует правильное понимание руководства. у нас был министр здравоохранения экономист, пришли к заключению, что она развалила всю сферу. При этом Рошаль совершенно непрозрачно в сфере о средствах массовой информации в присутствии президента стал говорить о ее финансовых нарушениях. Что произошло? Она премьер. Я говорю про Татьяну Голикова. Она премьер в результате у нас отрасль еще дальше разваливается, оптимизируется, как они называют это, хотя она разваливается. Значит, о выводах никто не сделал. Ни по поводу персоны, которая, так скажем, занималась улучшением этой сферы, а в результате получилось то, что она ее ухудшила. Ни в самой отрасли ничего не изменилось. И теперь еще за миграционную политику опять же отвечает о нас сегодня. О нас же. Вот премьер. Ну, как можно отвечать и в результате ситуация только ухудшается? Вот у нас ситуация с Набиулиной. Человек занимает такую должность, в результате все ухудшается. И вот эти топ-менеджеры это «Газпром», это «Роснефть». Все, что сегодня вызывает какие-то серьезные вопросы по функционированию, почему-то руководители растут в окладах, сидят на своем месте десятилетиями, и никто из этого не делает никаких выводов. Мне это непонятно. Мне непонятно. Мы премии выписываем за развал отрасли, что ли? Я не понимаю. задача по-видимому именно такая. Чем хуже, тем лучше. Спасибо, Александр Алексеевич. Да, все именно так. Я тоже считаю, что именно эта цель. Говорят же, по делам их судите. Получается, что так. По делам их узнаете их. Да. Спасибо.